Сегодня мы подводим итоги года с лидером центристской партии. Удалось ли центристам обуздать непростой 2023 год, в котором они прошли через неудачу на выборах в Риге Когу и болезненную смену власти в партии. У нас в гостях председатель центристской партии мэр Таллина Михаил Кылвард. Здравствуйте, Михаил. Спасибо, что нашли возможность прийти на прямой эфир. Итак, вы взяли власть центристской партии, но рады ли победе, оглядываясь назад? Звучит несколько брутально, на мой взгляд, взяли власть. Центристская партия сделала свой выбор относительно курса и руководителя партии. Это все-таки не корона и не трон, поэтому здесь, мне кажется, надо говорить о других процессах. У центристской партии на самом деле был достаточно долгий непростой период, ведь спад популярности начался, по большому счету, еще в 2019 году. И результаты выборов в 2023 году это скорее такой уже пик падения. И, естественно, партия должна была принимать решение, как дальше двигаться. Насколько было правильное принятое решение, покажет время. Пока сложно что-либо сказать. Но в политике не делают выводы по двум-трем месяцам. Как известно, несмотря на то, что у центристской партии сейчас больше всего внимания со стороны медиа и со стороны конкурентов, но если посмотреть простой математической истине в глаза, то потеряли большую поддержку за прошедший год не центристы, а партия реформ и партия СТ-200. Между партией реформ и центристами, кстати говоря, уже небольшой зазор. Вот именно, да. Но они потеряли половину своей поддержки, мы с выборов потеряли 3% своей поддержки. И за последнее время чуть-чуть. И в последнее время она чуть-чуть поднялась, но я бы не говорил бы сейчас о каких-то выводах, можем говорить о погрешностях. И еще год назад у нас тоже был рейтинг примерно в пределах 13%. Поэтому, если говорить только о цифрах, то на самом деле здесь нечего делать таких негативно-экзистенциальных выводов, которые пытаются про нас делать. Фактом остается то, что после смены власти продолжились разброд и шатание в рядах партии. Вот продолжат ли рядить ряды? Ждете ли вы еще каких-то сюрпризов? Вот это действительно следует признать, что некоторые бывшие однопартийцы решили, что для них или их путь, или их понимание будущего партии, или тогда партия без их понимания им не нужна. Они ушли из партии, и таких было, к сожалению, не один человек, которые приняли такое решение. Конечно, по некоторым заявлениям может создаться впечатление, а вообще в правильной ли они партии были, учитывая то, что они говорили раньше, и то, что они говорят сейчас, и то, что они заявляют в адрес бывших однопартийцев, что, может быть, и не та партия изначально для них была выбрана, чтобы свою политическую карьеру строить. С моей стороны, всем был дан сигнал после Конгресса, что мы со всеми можем работать дальше, у нас разные мнения, но на тон и политика, чтобы обсуждать вопросы и находить точки соприкосновения. Был сделан такой выбор, здесь ничего не поделаешь. Будут ли еще выходить из партии? Ну, я бы не берусь это предсказывать. Понятно, что есть по-прежнему недовольные. Но еще раз повторюсь, всем дано было понять, и всем была протянута рука для того, чтобы идти вместе. Как вы считаете, почему, если говорить о перебежчиках, центристские кадры в основном утекли высомо? Ну, если мы говорим, может быть, о тех политиках, которые были на виду, и прежде всего были на виду тем, что усердно критиковали своих однопартийцев до Конгресса, то эти однопартийцы действительно перешли вы сама, и один бывший коллега перешел в партию реформ. Причем самый энергичный критик партии реформ. Да, поэтому, наверное, здесь вряд ли речь идет о каких-то убеждениях, наверное, речь идет о каких-то своих пониманиях политической деятельности. Вот у меня возникает, на самом деле, тот же вопрос. На мой взгляд, у нас диаметрально разные позиции с партией по целому ряду вопросов. И как так получилось, что именно эта партия привлекла бывших однопартийцев. Но, наверное, опять же, не так важна была центристская идеология. Не так важен был тот курс консолидации общества, который центристская партия изначально выбрала. Очень сложный, очень противоречивый путь, но он всегда закладывался в основу нашей деятельности. Видно, этот путь не устраивал. Что вы считаете главным успехом и главным провалом года, если мы говорим о центристской партии? Ну, как правило, все подводят итоги к концу года. Но, мне кажется, в политической деятельности эти периоды не измеряются календарным годом. Они измеряются все-таки выборами. Такова логика политической деятельности. И ничего не поделаешь, в начале года выборы в парламент стали для нас провалом. По сравнению с прошлыми парламентскими выборами мы потеряли 10 мандатов. Я думаю, что продолжением этого провала было и то, что мы не сумели сделать сообща консолидированно правильные выводы из этого поражения. И не сумели без взаимных обвинений идти дальше. И эта ситуация, к сожалению, отчасти продолжается. На самом деле, если мы говорим об общей атмосфере в партии, то подавляющее большинство однопартийцев, я постоянно встречаюсь в разных регионах, они ждут нормализации. Они ждут того, чтобы мы возобновили в полном объеме конструктивную работу. И эта работа идет. Но есть всегда те, кто не могут отпустить реваншистские настроения. И это тоже часть политики, здесь ничего не поделаешь. Поэтому я думаю, что если говорить о главных достижениях, то главные достижения, конечно же, Центритскую партию ждут впереди. Я в этом уверен. Именно поэтому я работаю во благо своей партии, потому что я уверен, что у нас есть потенциал, есть люди, с которыми можно идти дальше. Ожидаете ли вы ужесточения борьбы за Таллинскую коалицию, за власть столицы? Но, опять же, это не новая ситуация. А Центритскую партию пытались разными методами сбросить не один раз. И последствием выборов, когда пытались все партии объединиться против Центритской партии. И после выборов различными интригами. И сейчас, наверное, происходит определенное обострение. Ничего не поделаешь. В политике, как в джунглях, когда дикий зверь почувствовал кровь, то он начинает активизироваться. И сейчас у многих, я думаю, создалось ощущение, отчасти иллюзия, что мы настолько ослабли, что нас можно вот-вот сбросить. Ну, не так-то это просто, во-первых. Во-вторых, не власть должна быть главной мотивацией, а то, что мы реально можем сделать. И вот мне кажется, что городские власти сумели за эти годы доказать, что для нас важны инструменты и рычаги, которые мы используем, а не место, на котором мы сидим. Мне кажется, бюджет следующего года тоже это доказывает, в отличие от государственного бюджета. Это просто диаметриально разные бюджеты. У нас бюджет заложен и средства для социальной поддержки в следующем году, потому что мы знаем, что будет тяжело. Это и пособия для детей, и пособия для пенсионеров, и пособия для детей с особыми образовательными потребностями, которые мы поднимаем. И все классические виды социальной поддержки, как в школах и детских садах. И даже кредит на развитие инфраструктуры. И это все то, что направлено непосредственно для людей. Плюс все то, что направлено на будущее, на рост экономики, на инвестиции. Мы в состоянии были это сделать. И вот наши оппоненты, которые в Таллине нас критикуют, все то же самое могли бы сделать на государственном уровне, с государственным бюджетом. Но этого не было сделано. И поэтому здесь, мне кажется, все-таки общество должно давать оценку. Люди должны давать оценку. Ну, ему будет прекрасная возможность сравнить два бюджета, как они работают. Да, и вот это, что называется математика. Здесь даже не политика, а здесь математика. Вот государственные бюджеты, налоги, урезание пособий, дополнительная нагрузка на людей, ни одного дополнительного метода социальной поддержки, несмотря на усугубление кризиса, и ни одного серьезного метода поддержки предпринимательства для того, чтобы оживить экономику в будущем. Вот это та разница. Понятно, что для политиков имеет значение именно борьба за власть. Но для кого это власть? Мне кажется, таллины должны здесь давать оценку. Раз уж мы заговорили о таллине, еще одна тема, актуальная на данный момент, не имеющая отношения к итогам года, но тем не менее, это уборка снега. Состояние пешеходных зон вызывает у многих вопрос, и складывается впечатление, что это постоянная проблема в таллине, которая не решается из года в год. Вот что делается на системном уровне для решения вопроса? На системном уровне, во-первых, мы практически везде изменили договора на обслуживание. Я просто еще раз напомню, что у нас нет своей городской фирмы, которая обслуживала бы таллин во время зимней уборки снега. Есть коммунальные работники, 80 человек. Есть работники, действительно, но непосредственно эту работу осуществляют партнеры города, фирмы. Иначе это было бы огромное. Я, кстати, на самом деле об этом задумывался, что в будущем, может быть, и надо было бы создать свою большую коммунальную фирму, чтобы каждый раз не зависеть от своих партнеров. Но сейчас мы вынуждены были ужесточить договоры, внести дополнительные условия. И мне кажется, это повлияло на качество. Вы довольны состоянием уборки? С состоянием уборки невозможно быть довольным, а слово никогда, на мой взгляд. И, конечно, мы видим большое количество проблем. Но по той оценке, которую мы сейчас получаем, по-прежнему самая большая проблема – это внутриквартальные дороги и пешеходные дорожки. И с пешеходными дорожками основная проблема заключается в том, что здесь у нас есть проблема разных хозяев, разных владельцев территории. Некоторые справляются хорошо со своими обязанностями. Напомню, что по закону за пешеходные дорожки отличаются владелец прилегающей территории. И здесь получается очень не единая картина зачастую, потому что кто-то хорошо справляется, кто-то плохо. Но часть пешеходных дорог принадлежит и Таллину. Безусловно. И мы даже на себя берем больше обязательств по уборке пешеходных дорог. И, как правило, те, которые принадлежат Таллину, они в среднем всегда в лучшем состоянии. Общая проблема с пешеходными дорожками заключается в том, что если на магистраль, на автомобильную дорогу можно вывезти крупную технику, и при помощи техники это делать гораздо легче, то пешеходные дорожки — это прежде всего ручной труд. И вот здесь столько, сколько людей, сколько возможностей и лопат, так быстро эта работа происходит. Вопрос, почему приоритет отдается проезжей части? Еще раз повторюсь, что на проезжую часть выходит крупная техника. В Таллине это больше 60 единиц техники в среднем каждый день. На пешеходные дорожки эту технику не вывезти, поэтому там реагирование происходит значительно медленнее. Невозможно на весь объем пешеходных дорог сразу вывезти необходимое количество бригад. То есть эти бригады должны от одной территории переходить к другой территории. Плюс проблема, связанная с собственниками, которые очень по-разному выполняют свои обязанности. К сожалению, это объективная ситуация. В итоге лучше надеяться на потепление. Кстати, синоптики обещают плюс 8 уже на выходные. Но все-таки это не совсем так. Сейчас женщины с детьми и старики вынуждены сидеть дома по большей части. За последнее время в Таллине было вывезено более 160 тысяч кубометров снега. И все-таки потихоньку ситуация улучшается. Но снег опять придет, это понятно. И мы продолжаем. Мы знаем, что придет потепление. Но несмотря на это продолжается интенсивный вывоз снега для того, чтобы как можно меньше растаяло, потому что все то, что растает, потом замерзнет. — Школьная реформа. Тоже сложный вопрос. Подорвет или усилит она позиции центристов? Как вы считаете? Вчера у нас в этой студии подводил итоги года представитель СТ-200 Марек Рейнас. Он сказал, что это станет историей успеха и СТ-200, и всей Эстонии. — Да. Во-первых, мне кажется, постановка вопроса при всем уважении несколько некорректна. Говорить об успехе одной или другой политической партии в ситуации, когда у нас серьезная проблема в системе образования. Ну, вообще не про это сейчас. Сейчас надо думать о том, что будет с детьми. У нас глобальная катастрофа в системе образования. У нас не хватает учителей. Это не только про русские школы. Это вообще про систему образования. И мы не видим, как их будет становиться больше, этих учителей. И что бы кто ни говорил, на самом деле не подготовленные в достаточном объеме ни учителя, ни методики, ни учебный материал. И поэтому сегодня Таллинн в своем бюджете закладывает средства для того, чтобы помогать учителям и ученикам, потому что сейчас уже нет смысла спорить. Сейчас надо думать, что сделать с этой ситуацией, как максимально помочь. И мы понимаем, что мы вкладываем более 8 миллионов евро, но и этого недостаточно, потому что учителя сами по себе не появятся, что все равно нужен еще больше ресурсы. Хоть мы продумали программу подготовки учителей, вербовки новых учителей, и не просто так людей с улицы, а чтобы это были бы специалисты, которые можно было бы мотивировать. Это учебные пособия в электронной среде для детей. Это группа продленного дня в тех классах, которые будут переходить. И этого все равно по-прежнему мало. И для учителей различные программы прохождения практики и получения языковых курсов. И вот еще один аспект, о котором не очень принято говорить и широко обсуждать, и вот в контексте этого аспекта говорить об успехе или провале просто, на мой взгляд, аморально, это дети с особыми образовательными потребностями. Никто не знает, как они будут учиться. У нас уже сейчас не хватает специалистов, не хватает ресурсов, чтобы на должном уровне уделять внимание этой группе образования. Министр говорит, никаких проблем не должно возникнуть. Ну вот тогда я первый сниму шляпу, сначала приобрету, а потом сниму. Если так оно и получится перед ЭСТ-200 со всеми руководителями этой партии. Просто мне кажется, эти люди никогда не были в школе, никогда не сталкивались с этими проблемами и в принципе не понимают, о чем идет речь. Вы готовитесь к лучшему. А я знаю очень хорошо, что такое система образования, я знаю, что такое школа для детей с особыми образовательными потребностями, какие там есть необходимости, какие есть проблемы. И пусть вот придут эти уважаемые политики в школу и покажут, как это должно происходить на своем опыте. А впереди еще бессрочная забастовка учителей, которая вряд ли упрочит вот этот фундамент школьной реформы. Я считаю, что у учителей есть право бороться за свои права. И это в интересах общества. Потому что если сейчас мы не сможем учителей мотивировать на свою работу, даже те учителя, которые у нас есть, они настолько перегружены, у них настолько высокий риск выгорания, что у нас этих учителей реально будет становиться меньше. Если они не будут мотивированы, если мы не сможем их разгрузить. А разгрузить мы сможем их тогда, когда придут новые учителя и снимут часть нагрузки. И это, конечно, вопрос зарплаты, здесь ничего не поделаешь. Но надо понимать, что да, вот сейчас мы решили, что мы учителей поддерживаем в их протесте. Будете продолжать платить зарплату. Будем платить зарплату, да. Но здесь есть пределы. Во-первых, у Таллина есть пределы ресурсов, это не будет происходить вечно. Во-вторых, мы говорим сейчас о долгосрочной перспективе, что общество должно увидеть эту проблему, но есть и сегодняшний день. Если здесь ситуация будет осложняться, то, конечно, интересы детей и родителей будут перевешивать даже эту перспективу. Сигнал нужно подать, но здесь нельзя забывать о том, что все-таки учитель — это миссия. И в какой-то момент должно все-таки перевешивать то, что ученикам необходимо внимание и обучение. В соцсетях, кстати, уже возникли вопросы, законно ли продолжать выплачивать зарплату на бессрочной основе? Ну, такого решения не было, что мы будем на бессрочной основе выплачивать зарплату. Более того, если мы говорим об учителях детских садов, то в данной ситуации они могут на самом деле участвовать в забастовке. По закону, забастовка в поддержку допускается, просто она ограничена по времени до трех дней. Чья вина в том, что парализована работа в Риге, КОГУ? А на самом деле, мне кажется, многим партиям эта ситуация подходит. Вот партия ЭКРа громогласно может заявлять об обструкции, говорить о том, что они хотят подвести ситуацию к неочередным выборам, хотя они прекрасно понимают, что этого не случится. Но есть площадка, есть возможность для громких заявлений, и не надо придумывать ничего по существу и не делать содержательных предложений. Партия Реформ, правящие партии тоже не шибко расстраиваются, потому что их ситуацию устраивает. Абструкция дает им возможность легитимизации проведения всех законопроектов через голосование доверия. То есть без поправок, без длительного обсуждения. С силовыми мерами. Поставили на доверие, нравится, не нравится. У нас большинство, все равно мы проведем. Поэтому мы находимся в ситуации, когда в парламентской республике, Эстония парламентская республика, парламент не имеет никакого значения. И мы, я лично не вижу, чтобы кто-то сильно расстраивался по этому поводу. Все больше и больше сигналов идет с разных сторон, что налоги нужно и дальше поднимать. Ваша оценка? Нужно ли дальше повышать налоги? Тем более, что и центрист Кейк недавно отметился на этой теме. Кстати говоря, глава фракции. Ну вот с налогами такая история, что мне кажется, некоторые коллеги воспринимают налоги исключительно как инструмент пополнения бюджета. Что логично. Но это не только инструмент пополнения бюджета, это еще инструмент регулирования экономики. И если мы говорим о налогах, мы должны понимать, к чему мы хотим привести в итоге страну с тем объемом налогообложения, который у нас сейчас имеется. Если мы повышаем налоги, то когда мы это делаем? Во время кризиса, как сейчас? Или все-таки налоги повышают тогда, когда происходит рост экономики? Когда налоги повышаются в тот момент, когда экономика находится на спаде, это еще больше бьет по экономике, еще больше бьет по предпринимательству и по среднестатистическому гражданину. Потом, если принимаются налоги, должны быть рассмотрены налоговые льготы. Во-первых, я считаю, что налог на автомобиль вообще в принципе сейчас непозволителен в нынешней ситуации. Особенно, когда идет такая атака на бесплатный общественный транспорт. Бесплатный общественный транспорт в Таллине никому не нравится, из оппозиционных партий в Таллине. И по всей Эстонии был закрыт бесплатный общественный транспорт, который обслуживал регионы. И теперь мы вводим дополнительно налог на автомобиль. Но если он вводится, то тогда нужно было просмотреть все возможные льготы, чтобы не бить по самым слабым слоям общества. Если мы говорим о повышении налога с оборота, надо смотреть различные региональные особенности. Например, Идавирума. И не только Идавирума. На самом деле Южная Эстония тоже нуждается в налоговой льготах, чтобы мотивировать и помочь предпринимательству. Если там будет мотивированное предпринимательство, значит, будут рабочие места, значит, будут налоги. И эти налоги дают доход местным самоуправлением. А у нас не просчитано не только по отдельности влияние каждого налога, долгосточной на экономику Эстонии, но у нас и вообще никто не задается вопросом, каково взаимное влияние этих налогов. Как они отразятся на структуре экономики в последующие годы. И поэтому можно же предлагать очень различные налоги, увеличивать их можно до бесконечности. Вопрос в том, а что мы ждем от экономики страны, как мы на нее реально влияем и что мы предпринимаем для того, чтобы снизить различные риски, связанные с налогами. Как мы в то же время помогаем людям и как мы поддерживаем предпринимательство. Особенно в тот период, когда такие экспортные сферы, как деревообрабатывающая промышленность, сейчас испытывает спад. А это перспективная промышленность. Сейчас надо ее поддерживать, чтобы через несколько лет экспорт помог восстановлению экономики в Эстонии. Сложная тема, я так понимаю, и ответа однозначного нет. Да, налоги и смерть неизбежны. Впереди евровыборы. Будете ли вы сами участвовать как председатель партии? Вообще, каковы ожидания, учитывая то, что Юрий Ратас как-то очень нерешительно сейчас себя проявляет в плане приближающихся выборов. И оппоненты, конкуренты в основном атакуют Яну Том, с которой все понятно. Мне кажется, Юрий Ратас сейчас очень решительно себя ведет, наоборот, очень активно критикует, в том числе и однопартийцев. Поэтому я как раз таки вижу за ним потенциал на евровыборах. Бывший председатель партии, бывший премьер-министр, бывший спикер парламента, ныне зампредседателя Риги Когу. Мне кажется, очень серьезная политическая фигура, которая вполне могла бы представлять нас на выборах в Европарламент. Плюс у нас есть очень опытный евродепутат, уже два срока. Сильный политик, я думаю, самым большим, что называется, опытом европейского регулирования. У нас есть как минимум два сильных политика, которые вполне могут претендовать на то, чтобы получить мандат в Европарламенте. Поэтому нам есть с чем идти на выборы в Европарламент. Что касается меня, то для блага организации, конечно, я могу тоже участвовать в выборах. Но все знают, точно так же, как это было на выборах в Риге Когу, что я не собираюсь сидеть в Европарламенте. Я туда не пойду. Если я буду поддерживать партию в качестве кандидата, то именно для того, чтобы поддержать весь список в Европарламент, я не собираюсь. И, честно говоря, немножко жалко будет время, средства и ресурсы для того, чтобы тратить их на предвыборную кампанию, когда есть чем заняться. То есть вы не исключаете, что вы не будете блатироваться? Но это решение не принято. И тогда в заключении давайте пожелаем что-либо нашим телезрителям, как сохранить оптимизм в непростое время. Вы наверняка знаете. Вы так взлыхнули, как же нам сохранить оптимизм после такого вопроса? Какие-то яркие, хорошие события этого года. И признаюсь, что совсем немного их было. Да вообще последние годы непростые. Но знаете, если все время об этом думать и на этом концентрировать внимание, легче-то не станет. Я уверен, что у нас по-прежнему есть два источника энергии, которые никуда не денутся. Это наши близкие и это природа. Вот зимнее предрождественское новогоднее время надо уделить внимание этим двум источникам энергии. Самому поделиться этой энергией с родными и близкими и получить ее от своего окружения. Ну и самое главное, поменьше смотреть новости и поменьше слушать политиков. Спасибо вам за это интервью и за то, что вы нашли возможность прийти в нашу студию. Мне остается напомнить, что сегодня в нашей студии подводил итоги года председатель Центрической партии мэр Таллина Михаил Кэлвард. Благодарю за внимание.